История Ирана и Афганистана за последние годы Последние 40 лет во многом определяются произошедшими в конце 70-х годов 20 века изменениями политических режимов этих стран. Наши эксперты обсудили причины аномального ответа на вызовы модернизации и дивергенции развития двух стран в контексте правого поворота рубежа 70-х и 80-х годов прошлого века. С докладами по теме выступили Васильев, Митина, профессор Бузгалин. В нашем репортаже выступления участников ответы на вопросы. Я себя позиционирую и сейчас как независимый исследователь левой политики. Скажем так, внешне и внутренне. Если говорить о Среднем Востоке, я думаю, что это не случайно. Все мы недавно пережили легкое ожидание Третьей мировой войны в связи с обострением Ирана и американских отношений. Там, казалось бы, будет обмен ударами, но в результате был сбит украинский самолет. И пока, так сказать, ситуация несколько затихла, но она, скажем так, просто оживила интересы к Среднему Востоку, который никогда не пропадал. А если касается Ирана, то здесь уже 30 лет спорили. И я думаю, что еще будут спорить о том, что все-таки, да, то есть наше здесь заседание, оно, как бы, так сказать, не является индифферентным политике, и тем более к левой политике, чтобы их отлить. Для левых, как бы, вопрос о том, что такое представляет собой Иран, является поводом и для дискуссий, да, собственно говоря, он не разрешен. Но если взять, например, вот лично меня, я, наверное, не такой молодой, так сказать, среди присутствующих, вот, но я просто помню те события достаточно интересные. То есть, то, что называют, так сказать, официально, так сказать, если взять иранское определение исламской революции в Иране, произошло в феврале 79-го года, то есть, вот, как бы, мы испытываем, сейчас переживаем очередную годовщину тех событий, то есть, круглая дата была в прошлом году. Причем, да, вот, если действительно обратиться было к газетам позднего брежневского периода, то большего, скажем так, я никогда сам не видел, до сих пор это вот у меня уже прошло, так сказать, 40 лет, насколько революционный энтузиазм выплеснулся на странице той прессы. Я тогда заканчивал школу, был очень занят и заботен своим будущим, вот, как бы, да, 10-й класс школы, значит, история, так сказать, русской революции, вот, двоевластие. Приходишь домой, открываешь кассеты «Иран двоевластие». Значит, дальше, как бы, так сказать, вот, Октябрьская революция, так сказать, Петроград в руках народа, значит, да, открываешь правду, столица Ирана в руках народа. Правительство Бахтияра пало, депутаты Меджлиса сложили полномочия и так далее, и тому подобное. Причем события-то начались, как бы, еще в ноябре предыдущего, 78-го года, об Иране были вот такие вот маленькие заметки, которые означались так, «Волнение в Иране». То есть, вот, нарастание, такое лавинообразное нарастание событий, которое, причем, как бы, было потом названо официальной, так сказать, прессой того времени, газетой «Известия», правда, что это исламская антиамериканская революция, но, вообще, и по всем событиям, судя по всему, это было действительно потрясение, которое потрясло нас. Но уже в более, так скажем, позднем возрасте, конечно, возникли дискуссии, да, мы знаем классиков марксизма, то есть, ну, что революции, если должны быть, это не социалистические. Можно ли говорить о том, что в Иране была социалистическая революция, но вряд ли кто-то из левых бы стал так говорить прямолинейно. Вот, ну, а, как известно, классики марксизма и ленинизма сказали, что после 19-го года буржуазных победоносных революций прогрессивных быть не может, ибо буржуазия утратила свой прогрессивный потенциал. То есть уже вопрос, это что, как бы, произошло в данном случае в Иране. Вот, и если, вернее, так сказать, во-первых, произошло ли что-то, или это была, вот, чисто, так сказать, какая-то смена декораций, а если произошло, то как это называть? Но, все-таки, опять-таки, мы можем сказать так, что да, что-то действительно произошло. Во-первых, произошло свержение монархии. Во-вторых, что это свержение монархии произошло благодаря всенародному подъему. Ну, и, кстати говоря, среди левых, и вот среди левых, так сказать, это тенденция, которую, так сказать, я разделяю левых, разделяющих положение Льва Давыдовича Торопского, ну, появились такие, на мой взгляд, странные вещи, что революция была украдена. Как так? Вы исходили из несколько формальных моментов, что к 79-му году рабочий класс Ирана формально был, так сказать, ну, я сейчас, как бы, могу ошибиться в цифрах, но где-то, так сказать, 20% от общего населения Ирана, то есть достаточно большой процент, гораздо больше, чем это было в годы революции 905-го года. И, во-вторых, он был, скажем так, очень антимонархически настроен, то есть никто не шел, так сказать, как царю на Дворцовую площадь с иконами, сразу же все эти демонстрации происходили именно под антимонархическими, антишахскими логиками. Но в результате, вдруг, почему-то к власти пришли, ну, говоря, опять-таки, языком левых, религиозные критикалы. Причем, вот именно, так сказать, те, которые, да, и вот в результате что такое получилось? То есть что значит, так сказать, был общий подъем левых сил, а потом что, значит, они как-то вот украли эту революцию, что-то революция, это вот как бы кошелек или что-то, так сказать, вот еще в этом роде. Я постараюсь эти вопросы дать свое видение, но для того, чтобы как бы это понять, надо немножечко оговориться, что ситуацию с современным Ираном, в общем-то, нельзя понять, не обращаясь к ситуации более давней, то есть к ситуации 1917-го или даже, может, раньше, 1905-го года. Если говорить конкретно без деталей, что Иран, оставаясь в том времени, в общем-то, глубоко восточной и монархической страной, тем не менее, был очень близко от России. И как бы вот революционные события 1905-го и особенно 1917-го года Иран не обошли. И у нас достаточно полузабытый даже среди левых факт, что в 1920-м году была, так сказать, иранская революция, были освобожденные территории, так называемая Гелянская республика, была созданная коммунистическая партия Ирана, только, по сути дела, одна книга вышла последние 30 лет, это «Генис», две, вернее, книги, так сказать, вот о Персидской революции. И в ходе этой Персидской революции как бы образовалось два крыла, то есть были, да, так сказать, связанные с Коминтерном иранские коммунисты, так сказать, эмиссары из Советского Союза, и были так называемые джангелицы. Джангель — это лес на фарси, то есть лесные люди, лесные братья. Те, которые исповедовали исламские лозунги, и, соответственно, так сказать, их руководителем был Кучак Хан. На ночь, коллеги, там гардероб на входе, раздевайтесь и проходите, стулья есть. Вот, и, собственно говоря, то есть стоял, то есть, пожалуй, наверное, впервые в практическом плане стоял вопрос вот о таком левом народном фронте, если так можно сказать, объединение коммунистов с антимонархическими исламскими силами. То есть, как бы, Кучак Хан был верующим человеком, вот, и, так сказать, его единомышленники так же. Этого объединения не состоялось. Разные были, не в малой степени из-за сектантских тенденций среди молодой компартии Ирана. Потом, в конце концов, вмешалась, так сказать, ЦК компартии большевиков. Был дан указ на это объединение, но потом почему-то эмиссары были все вставки Кучак Хану убиты. До сих пор непонятно, что там произошло. Через несколько, так сказать, месяцев после этого сам предводитель жургирийцев попал в плен. Его отрубленная голова доставлена была в Тагеран-Шаху. Монархию это не спасло, но революция, тем не менее, погибла. Вот, и если, как бы, переставлять дальше ситуацию на, вот, при том, что я сказал, что о рабочем классе, так скажем, и антимонархических тенденциях в Иране, надо сказать несколько более подробно. Да, формально, рабочий класс Ирана, действительно, это во всех, так сказать, справочниках было записано, стало достаточно большое число. Но большей частью это были, конечно, не, так сказать, пролетарии в том смысле, в каком марксисты это привыкли понимать. Кстати говоря, вот, организованный пролетариат иранских нефтепромыслов встретил вот этот вот революционный подъем более чем на сторонах. Значительная часть людей, которые вышли на улицы Ирана, это были предпослетарии. Это были сезонные рабочие, которые зимой шли в города, и которые летом возвращались к своим скудным наделам или паспищам. Так вот, что же произошло? Нормально ведь, как бы, известно, что Иран, шахский Иран и Советский Союз имели между собой достаточно хорошее отношение, и под это, так сказать, советская бюрократия подвела марксистско-ленинский базис, что в Иране был очень высокий уровень госсобственности. Он действительно там был высок, но, как бы, так сказать, эта госсобственность принадлежала абсолютному монарху, шаху Ирана. И в 60-е, начале 70-х годов произошло так называемое тоже событие, о котором мало сейчас упоминает, это белая революция. Вот, то есть шах, движимый, так сказать, с тенденцией мы вывести иранский народ, так сказать, во благо, вот, решил это сделать с помощью американцев. То есть в известной степени это была такая предтеча глобализации, то есть это были открытые двери американским западным товарам, и, что самое главное, открытый доступ западных, в первую очередь, нефтяных монополий. А для этого нужна была земля. И поэтому Иран, вот, кто был, я был в Иране достаточно давно, но, вот, как бы, объехал практически всю страну. Конечно, Иран, вот, вид из автобуса, это горы и пустыни. То есть земельный голод в этой стране очень высокий до сих пор, сельскохозяйственных угодий достаточно мало. Ну и вот и получилось так, что, так сказать, вот в то время зимой, когда, так сказать, труженики полей сельскохозяйственных и кочевники были в городах, их земельные участки оказались в значительной степени проданы американским компаниям под разработку. Возвращаться этим людям было некуда. Они остались в городах. Вот, ситуация несколько похожа на то, что мы учили по, так сказать, буржуазной революции в Англии истокам огораживания. Что, вот, казалось бы, эти люди пошли на заводы, стали пролетариатом. Но в Иране идти было некуда. Поскольку западные товары хлылили так же, иранское правительство, промышленность это не переварило. И эти люди опустились на дно. Собственно говоря, перспективой была голодная смерть, и только мечеть и базар были, как бы, единственными социальными институтами, которые поддерживали их существование. И второй момент, это вот, как бы, да, считать их организованным пролетариатом, конечно, было нельзя. И второй момент, это вот их антимонархизм. Он был тоже особого толка. На самом деле, как бы, до сих пор, в общем-то, так сказать, называется религиозное чувство в Иране, особенно среди сельских жителей, не, так сказать, интеллигентских, и не городского пролетариата, оно очень глубокое. Во многом сложилась интересная ситуация. В Иране, как известно, господствует ислам, но не просто ислам, а ислам шлицкого толка. При всем при этом, как бы, еще со средних веков, когда он получил, почему так, что иранцы говорят, да, равны, навязали нам исламизм, как ли, ну, мы иртики. То есть, в значительной степени правители Ирана за последнюю тысячу лет были не иранцы. Собственно говоря, последняя шахская династия не исключение. Были по происхождению кюркские династии, которые считались, так сказать, иранским народом чужеземными. Шиитская идеология предполагает так, что монархия, это как бы, вот, мы ее не освещаем, и ждем скрымтовый имам. То есть, вот это вот антишахское направление, оно очень сильно, в данном случае, слилось с, так скажем, направлением шиитского духовенства, которое было очень сильно организовано. Оно было всегда антишахским, то есть, Хамейни, лидер революции, был выслан из Ирана еще в конце 60-х годов, причем выслан за политическую, за религиозно-политическую деятельность. Вот, да, да, в начале 60-х годов действительно был выслан. И с того времени в Париже он, как бы, создал свою теорию исламского государства. Не, он был ее первооткрывателем еще в начале 20-го века в Индии. То есть, ну, это где, так сказать, шлифы тоже есть. Эти пункты, как бы, были взяты на вооружение. Вот, где, как бы, так скажем, да, он это довел до... Ну, вот, среди нас уже давно нет вида Джахедовича Шамали, у него там была особая позиция для, так сказать, да, иранской революции, ее перерождение, которую они разделяют. То есть, я считаю, что если уж слабить параллель, так сказать, между французской революцией и иранской, то есть, было бы такая же, предположим, ситуация, что если бы победили бы жерандисты и удержали бы власть в своих руках. То есть, вот, группа Хамейни, так сказать, это была, вот, именно, так сказать, среди жерандистов французской революции. Там были и среди, в том числе, религиозных лиц, и более левые. Но им, как бы, история не предоставила, в данном случае, своего шанса. То есть, вот, сложившиеся, вот, прежде всего, вот этих два фактора, вот эта вот белая революция в Иране, белая революция Шаха, то есть Шах хорошо рубил сук, на котором, на самом деле, сидел он сам. И второе, вот эта вот, вот, действительно, уникальная ситуация, что вот шиизм в Иране доминировал, она, как бы, вот это, сложилась. Теперь же, что произошло после? Ну, что интересно, я думаю, что я, на самом деле, это на этом и закончу. Даже, может быть, вполне углажусь. То есть, на самом деле, как бы, вот, что приводит к современным моментам. То есть, я могу, так сказать, это несколько постурировать. Как я уже сказал, что при Шахе был очень высокий уровень госсобственности. Во многом двигателями, вот, того, что было в Иране в 70-е годы, был, так сказать, как раз, вот, как сказал, базар и мечеть. И с того времени, за эти вот 40 лет, приватизация, говоря нашим языком, в Иране выросла в разы. То есть, роль частной собственности там поднялась. То есть, действительно, как-то не парадоксально и еретически не звучало бы с точки зрения классиков марксизма уже 20-го века, что произошла, вроде бы, как буржуазная революция. Вот, то есть, как бы, опять-таки, это уже моя собственная демагогия, как сказать, как антиглобалистская, если считать белую революцию, предтечем глобализации. То есть, такая реакция, вот, да, на, так сказать, наступление глобального капитала. Вот, но, безусловно, что это никак не меняет, так сказать, суть и буржуазии. Не так давно я смотрел одну передачу, которая была мне переведена с Фарси. Это передача BBC на Иран, где была достаточно интересно сказанная вещь. То есть, там речь шла о колебании, так сказать, о том, что в Иране цены на продукты питания современные, то есть, на рис, на яйца, на куриное, на куриное мясо, очень зависит почему-то от колебания доллара. То есть, инфляция в Иране страшная. Действительно, дают свои, так сказать, санкции. Вот, то есть, современный реал, это, так сказать, то есть, миллионы реалов, можно, так сказать, эквивалентно 10 долларов. Не берусь сказать, но соотношение примерно такое. Но самое интересное было не это. Самое интересное было то, что на самом деле основные продукты питания в Иране, как, например, перечисленное мной рис, куриное мясо, являются предметом централизованных госзакупок по твердым ценам. Тогда вопрос, если это закупа в том же Пакистане, рис в Пакистане есть, одно из основных, так сказать, да, что делает вывод, так сказать, и какой вывод делает диктор Лебиси? Почему вдруг, так сказать, покупленные, закупленные по твердым ценам продукты потом начинаются так быстро и привязаны к доллару? Вывод только один, что после госзакупок это все расходится по частным спекулянтам, которые это, так сказать, продают, и вот этот вот путь, он, так сказать, является несколько, так сказать, темным пятно. То есть, действительно, видимо, через, так сказать, связанных с власть придержащими частными каналами, это все происходит. И, собственно говоря, во многом, так скажем, вот эти вот волнения народных масс в Иране, они связаны именно с этим. То есть, как бы не только профсоюзники протестуют против казни и, так сказать, репрессий против профсоюзных деятелей, люди в Иране в это и видят. И это знают. И как бы вот этот вот призыв, который, что религиозным деятелям вернутся в мечеть, он, так сказать, за собой имеет и второй лозунг, что надо куда-то деть, и тех, так сказать, спекулянтов-то с ними связаны. И второй момент, наверное, тоже даже и последний будет. Это вот как бы женские вопросы. Я думаю, об этом надо стоить сказать, что, да, известно то, что после победы революции, так сказать, было принято законодательно, в соответствии с исламским лозунгом, ведь, что женщины в Иране могут выходить на улицу, на люди, только в двух возможных, так сказать, видах одеяния. Либо это жесткое, то есть покрывало без закрытия лиц, либо для молодежи более, так сказать, это черный костюм, так сказать, по манжету с штанами и платок на голове. Сейчас достаточно давно видно, что как бы вот эти протесты, когда женщины срывают свои платки, это демонстрируют. Безусловно, однозначно, это было видно сразу, например, по сравнению с Пакистаном, что это все как бы навязано извне. Вот, безусловно, здесь как бы так называемые исламские законы не, так сказать, являются тем, что здесь есть в социальном отношении. Поэтому, заканчивая свое выступление, я могу сказать, что да, вот это вот, так сказать, интересный феномен победоносного массового движения, которое на самом деле привело все-таки к обогащению некоторой торговой верхушки посреднической в Иране, явно, так сказать, не простыми и социальными законами, при всем при том, что, безусловно, антиамериканское в своем начале, он еще как бы здесь ждет своего разрешения, вот, но видно то, что, так сказать, экономическая его базис не является столь стабильным. Как, так сказать, это мне кажется, наверное, в этом языке, да?